Привет, уважаемые зрители! С вами Стас Быков и сегодня мы поговорим о пяти ошибках, которые допускают при создании сайтов. При сведении этих ошибок к минимуму или вообще исключив их, вы быстрее будете создавать свои проекты, получать результаты, ну и конечно же, как следствие, зарабатывать на своих проектах деньги. Первая ошибка, на которую стоит обратить особое внимание, и она, наверное, самая важная в любом интернет-проекте, это заполнение брифа и составление технического задания. Это такие документы, где сформирован, укомплектован, описан полностью весь ваш проект. То есть все, что вы думаете, фантазируете, мыслите, у вас должно быть все написано на бумаге и закреплено. Какое направление, разделы, контент, целевая аудитория, все это там описывается, чтобы вы в первую очередь для себя еще раз это все обдумали, может быть какие-то моменты переделали, переоптимизировали свое понимание в отношении этого проекта и закрепили. Брифы выглядят следующим образом, могу вам сейчас показать. Вот бриф на разработку лендинга, на разработку сайта, интернет-магазина и дополнительные материалы, которые вам понадобятся для разработки сайта. После заполнения этого брифа вы отдаете его специалисту. Если вы сами делаете сайт, тогда сами занимаетесь анализом его и продумыванием вообще концепции и структуры вашего проекта. Потом, чтобы составить техническое задание и уже начать реализацию вашего сайта. Если вы отдаете разработчику, то он сам должен на основе этого брифа понимать, как визуально будет выглядеть данный сайт с точки зрения дизайна. Ну и конечно, что будет у него внутри, чтобы у него выполнялся весь функционал, который заранее вы планировали в него заложить. Давайте пробежимся буквально 5 секунд. То есть название компании, положение на рынке, целевая аудитория, конкуренты, конкурентные преимущества, конкурентные недостатки. Эта информация нужна, это как триггеры, зацепки для того, чтобы отразить на вашем сайте все необходимые смыслы вашей компании и выделить ваши преимущества. Дальше мы еще поговорим, это тоже одна из частых ошибок, но это дальше, смотрите, не пропускайте самое главное. Назначение и цели создания сайтов. Понятно, что нам нужно определить тип сайта. Это информационный сайт, интернет-магазин, галерея, социальные ресурсы, может быть блок компании. Для себя вы должны здесь поставить все точки над «и». Да, я делаю статичный сайт с редкоменяющим содержимым. Это одно дело. Если вы делаете блок компании, это уже совершенно другой способ реализации. Далее, есть ли у вас логотип, фирменный стиль и так далее. То есть здесь, конечно, вопросы не сложные, но их нужно обязательно пройти. И чтобы у вас из головы ваш проект, который вы только себе представляете, он у вас материализовался уже на каком-то носителе. Пусть даже на электронном, в вордовском документе. Но он должен здесь быть. Потому что на основе этих документов у вас дальше пойдет создание этого проекта, его продвижение, его наполнение, его модернизация. И в любом случае вы всегда сможете вернуться к этому документу и посмотреть. Да, действительно, здесь было написано несколько разделов. Главное, фотогалерея. А раздел «Контакты» я забыл указать. Я его не учел. И чтобы через 2 месяца вы не предъявляли претензии к разработчику, почему он не сделал раздел «Контактов», хотя вы его изначально не продумали. Или вы, например, забыли его сделать, а потом вспомнили через 2 месяца и сказали себе «Действительно, у меня аж нет в техническом задании и в брифе этого пункта. Почему я решил, что он должен быть там?» И тогда вы уже начинаете модернизировать сайт и добавляете его. Но это основа, в котором все структурировано, все собрано и это необходимо делать. На основе этого брифа затем составляется техническое задание. Давайте сделаем так. Наберем 500 лайков. Сейчас все, кто смотрит, поставьте лайк под этим видео. И я в свободный доступ выгляжу брифы, которые использую в своей веб-студии. У меня есть веб-студия Colossweb. И мы рассылаем заказчикам или сами заполняем вот эти вот брифы. То есть 500 лайков, я их прикрепляю, скачивайте, пользуйтесь. Это необходимо, чтобы систематизировать все ваше понимание о новом сайте, о том, которым вы сейчас будете разрабатывать или отдадите разработчику. Также можем отдельно поговорить о техническом задании, если вам этот момент интересен. Углубиться в более технические тонкости, понимание, как он составляется и как на основе него уже разрабатывается сайт. Вторая ошибка – это когда у сайта нет системы управления. То есть по-другому можно назвать это движок сайта или CMS. Очень частый случай, когда заказчики заказывают себе сайт или лендинг, или интернет-магазин. Разработчики им отправляют. Но редактировать информацию им можно только через FTP клиент, через код. Потому что на данном сайте не предусмотрена система управления, с помощью которой можно редактировать сайт. Наполнение сайта картинками, видео, текстом – все это вам облегчит задачу, конечно же, и взаимодействие с вашим сайтом, нежели когда вы будете лазить в код, особенно если вы в этом ничего не понимаете. Движков сайтов бывает сейчас очень много разных и они под разные направления. Заходим в Яндекс, пишем «Движки сайта рейтинг». И давайте посмотрим, что сейчас популярно. Данные за сентябрь 2019 года, общий рейтинг по CMS. На первом месте у нас WordPress. То есть изначально он создавался для блогов, сейчас его можно использовать как интернет-магазин, можно использовать как коммерческий сайт вашей компании. На втором месте Joomla, потом один из Bittrex, OpenCart, Drupal, VIX, ModX. Ну и дальше уже процент несущественный. Здесь тоже можете посмотреть, прямо зайти на этот сайт или на любой другой, статистика в принципе везде одинаковая. Я к чему? Проверяйте всегда, чтобы ваш сайт имел систему управления, с помощью которой вы сможете управлять своим сайтом. Например, я вот захожу на свой сайт, если бы он был статичен, то при изменении картинки, например, в шапке сайта, вот здесь вот справа, мои фотографии, мне бы приходилось редактировать каждую страницу на моем сайте, потому что везде эта фотография присутствует. Если бы мне нужно изменить было текст, приходилось бы заходить на каждую страницу. То есть это увеличивает вашу работу и у вас получаются связанные руки. Поэтому всегда узнавайте у разработчика или сами создавайте сайты всегда на системе управления, где вы сможете зайти в админку, добавить страницу, выбрать категорию, написать заголовок, описание, текст и все, нажать публиковать и страница появляется у вас на сайте. Но что может быть проще? Поэтому обращайте на это особое внимание. Третья ошибка – это непродуманная юзабилити вашего сайта, то есть удобство управления и взаимодействия с вашим сайтом. Думайте, как посетитель, который только что зашел на него и куда ему сейчас нужно двигаться. Например, нужно выделить меню, чтобы он перешел в раздел «Контакты» или в раздел «Проекты», чтобы он увидел схему проезда или просто переместился вниз и прочитал подробнее о вашей компании. Где должно находиться меню, в каком виде, каким цветом его подсветить – это все нужно продумывать. Потому что посетитель, когда первый раз заходит на сайт, он очень быстро по нему перемещается. Если у него глаз не зацепился или ему что-то не понравилось, он просто закроет этот сайт и даже не будет изучать. Вы поймите, сейчас очень много сайтов в интернете. Если вы оказываете не уникальную услугу, таких, наверное, сейчас мало, уникальных, единичных услуг, то у вас всегда есть конкуренция. И он просто ваш сайт закроет и пойдет к тому, у кого юзабилити продумано. Где он заходит на страницу, там красивый баннер. Написано «Вы попали на сайт строительной компании». Нарисован дом. Есть кнопочка «Отправить заявку на бесплатную консультацию». В этом случае, если ему все понятно и он увидел то, что его интересует в данный момент, в данную секунду, он, конечно же, отправляет заявку, но эту кнопку тоже нужно продумать. Кнопка, например, красным цветом, а она отпугивает. То есть красный цвет, он сейчас уже в интернете не очень распространен. Да, лучше кнопки делать зелеными. И не квадратные, а как облачь, как полукругом, как овалом. То есть нужно рассматривать и это нужно всегда тестировать. Поэтому всегда проводится альфа-бета-тестирование юзабилити. Любой сайт, можете зайти, даже давайте в Яндекс зайдем. Мы увидим, что поисковая строка находится здесь, в самом центре и куда падает глаз. Да, новости повыше. Далее под строкой поиска находится самый главный баннер, на который мы точно обратим внимание. Все, кто заходит на главную страницу Яндекса, его увидят, потому что он находится прямо под поисковой строкой. Ну и дальше уже все менее и менее важная информация, потому что нужно понимать, как перемещается человек по вашему сайту. А для этого вам нужно изначально сделать какой-то все равно шаблон, а далее через Яндекс метрику переходите в веб-визор и далее вы видите, как ведут себя ваши посетители. Ну, например, вот человек был минуту 17 на сайте. Нажимаете play и сейчас мы увидим, как он перемещается. Может быть в какой-то момент посетитель замешкался, не нашел информацию, перебегал туда-сюда. То есть, ваша задача удержать как можно дольше посетителя, чтобы ему было понятно, комфортно. Ему хотелось вернуться еще раз, еще раз, чтобы получать информацию с вашего сайта. Ну и вы в конце концов должны направить его туда, куда вам нужно. То есть, на отправку, например, заявки. Ну вот мы видим, посетитель перемещается с одной страницы, дальше перешел, посещение закончил. То есть, что-то почитал, посмотрел ролик и закрыл. В итоге он был здесь минуту 17, было две просмотренные страницы, заходил с компьютера. То есть, цель одна достигнута. Можем посмотреть. Он зашел в разделы видеоблогер. То есть, это все ставится, эти метрики дополнительно устанавливаются. Я о них, кстати, рассказывал отдельно в предыдущем своем видео. Возможно, вот здесь 7 фишек, которые влияют на раскрутку вашего сайта. Или 5 простых шагов сделать сайт. Здесь все можете, кстати, посмотреть. И об этом я рассказываю доступно, просто и понятным языком на своем канале. Поэтому, если вы меня первый раз смотрите, то подписывайтесь на канал. Если не первый, то лайк влепите. Помните, 500 лайков и вот эти брифы, которые я вам только что показывал, я прикреплю ссылочкой в описании под этим видеороликом. Пятая ошибка – это нет мобильной версии или адаптивного дизайна вашего сайта. Друзья, в наш век сейчас все заходят с мобильных телефонов. Можно посмотреть статистику в Яндекс.Метрике. Мы увидим, что более 60% всех пользователей заходят с мобильного телефона, с iPad, с планшета. И нам нужно сделать так, чтобы сайт красиво отображался не только на компьютере, но и автоматически адаптировался под мобильный экран. И чтобы там были все необходимые функции, чтобы там была кнопка «Заказать», чтобы там был баннер и он также листался. Чтобы был доступ к информации, мы, например, можем зайти… Вот сейчас у меня есть английский сайт, стасбыков.com, да, этот блок, который я раскручиваю. И мы проверяем сейчас, адаптирован ли он под мобильные устройства. Для этого нажимаем на правую кнопку мыши, здесь «Просмотреть код». Теперь снизу открылась панель управления. Слева вверху у нее, вот рядом со стрелочкой, нажимаем на иконку телефонов. Теперь сайт у нас, смотрите, превратился в мобильную версию. Но что нам нужно? Нам нужно выбрать другой размер. Например, iPhone X. Вот мы его выбрали. Теперь обратите внимание, сайт трансформировался. Но если бы мы зашли на сайт, который не адаптирован под мобильные устройства, то мы бы, конечно, не смогли им пользоваться, потому что он был нам неудобен. А здесь, посмотрите, вот меню вылазит. Я перехожу в другой раздел. Дальше перешел на статью. Статья читабельна, крупный шрифт, ничего лишнего. Дальше есть меню, я перехожу по оглавлению, да, дальше читаю. Ну и дальше здесь дополнительные статьи, архив. Это все уже заложено в движок. Кстати, здесь используется движок WordPress. Кому интересно, мы можем посмотреть на другом устройстве. Например, на iPad Pro. Как это выглядит? Мы видим, что пространство стало больше. Можем перейти на главную страницу. Так, можем зайти на любой сайт. И если у вас есть сайт, то проверьте. Если хотите, можете проверить сайт конкурента, адаптированно или нет. Хорошо, что в наше время уже все популярные движки, которые мы с вами смотрели, они уже адаптированы. То есть, вам достаточно просто, например, установить WordPress, который здесь у меня стоит. Шаблон по умолчанию уже имеет адаптивный дизайн, который красиво отображается на всех устройствах. Еще больше того скажу. Сейчас можно эти движки устанавливать вообще за 2-3 минуты. Я, кстати, недавно проводил прямой эфир. Я рассказывал подробно, тут час 17, конечно, но я отвечал на вопросы и все досконально показывал, как устанавливается WordPress движок на хостинг прямо в режиме реального времени. В итоге, что у нас получилось? В течение часа я создал себе блоговый сайт. Давайте сейчас его покажу. Вот у меня, смотрите, на час 14, все. Я прямо в режиме реального времени сделал сайт. Как это сделать, если вам тоже интересно, то я ссылочку могу оставить на этот прямой эфир в описании. Переходите, посмотрите, и вы сами сможете создавать себе сайт. Поэтому пользуйтесь популярными движками, устанавливайте их на хостинг за считанные минуты и повторяйте просто за мной, и у вас будет сайт, который вы сможете дальше уже развивать. Кстати, очень скоро я буду записывать видео о продвижении сайтов. Обсудим ошибки, обсудим возможности, которые сейчас есть, и что помогает сейчас продвигаться в поисковых системах Яндекс и Гугл. Ну и пятая ошибка, которая затрагивает предыдущие ошибки, это непонимание. Возможно ли расширить функционал вашего сайта? Если вы выбираете какой-нибудь один из бесплатных движков, например, один из битриксов вы выбрали и сделали на нем сайт, вы должны понимать, что каждый модуль на нем будет платным. То есть есть готовые модули, и вам нужно их будет покупать или нанимать отдельного разработчика. Если создали себе блок на WordPress и вам захотелось сделать голосование, то вам нужно понимать, есть ли там модули для голосования. Если есть, и он в бесплатном доступе, тогда плюс. Если в платном, то подумайте, нужно ли вам это. Если на Joomla, например, вообще нет модулей, и он поставляется из коробки и без расширения функционала, то нужно ли вам это. Все зависит от вашего проекта, но самое главное смотреть, всегда есть ли дополнительные модули. Если, например, рассматривать WordPress движок, то здесь, конечно, все попроще. То есть мы заходим в плагины, установленные, можем нажать добавить новый, и нам сама система предлагает избранные плагины, популярные, рекомендуемые, или мы можем выбрать любой другой из базы. Здесь их очень много. Ну, смотрите, 49 522 элемента. Вы представляете, какое расширение функционала вы можете сделать. Контактные формы, это и модуль комментариев, это элемент страниц, где вы сможете их редактировать, менять их дизайн. Также возможность перехода на защищенный сертификат и многое-многое другое. Здесь все есть, поэтому изначально всегда смотрите. Это большая ошибка, когда заказывают сайт у разработчика. Он сделал на CMS, но дополнительных модулей он не предусмотрел. Тогда вам нужно будет заложить бюджет на ваши модули, на расширение функционала изначально. И это в брифе вам тоже нужно будет указывать. Не совершайте эти серьезные ошибки, и тогда ваш проект обречен на успех. С вами сегодня был Стас Быков. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока. Пока.